Его принесли едва не с крыши. Мы когда подняли, думаем, боже мой, какое же оно тяжелое. Маленькое и тяжелое. Вера показывает осколок российского снаряда, который захватчики запустили по жилому району Никополя. Женщина рассказывает, стреляли посреди белого дня. Боеприпас упал в нескольких метрах от многоэтажки. В доме вылетели все окна. Их уже частично закрыли фанерой. А еще немного привели в порядок поврежденную крышу. Крыша у нас вся повреждена. Кое-как подлатали. И будем обращаться в городской совет, чтобы нам как-то помогли. Мы сами не справимся. А сколько таких обломков? Ой, много. Я только что сбросила один большой обломок. Тяжелая артиллерия, гранатометы и грады. Из такого вооружения российская армия ежедневно обстреливает Никополь. Последнее время стали часто сбрасывать взрывные устройства с дронов. Была сильно взрывная волна. Стекла летели. Все тряслось. Особо сильно страшно не было, потому что не успели испугаться просто. Андрей признается, чудом остался жив. Мужчина работает автомехаником. Обстрел застал его на рабочем месте. Рассказывает, снаряд из града попал в крышу бывшей автошколы. Слетел шифер, обрушились деревянные балки. Не уцелело ни одного окна. Если 50 метров сюда ближе к нам, то тут было бы очень-очень-очень плачевно. Потому что куча людей была, куча машин стояла. Тут автобусники работали. Тут было, ну, автобусники буквально минут 15 как ушли отсюда. А так их тут было человек 20. Мужчина делится. Больше года жизни под постоянным российским огнем приучили к опасности. А к звукам взрывов привыкли. Мы уже просто до такой степени привыкли к этому всему, что мы идем на работу. Только нам жены звонят, когда что-то где-то стрельнуло. Позвонил домой, узнал нормально. Позвонили сюда, узнали нормально. За время большой войны российские снаряды повредили в Никополе почти 4,5 тысячи объектов инфраструктуры. На данный момент практически 70% впоследствии в жилом секторе ликвидировано. Наши коммунальные предприятия весьма быстро с этим справляются. Там, где разбиты крыши, дома, у нас на сегодняшний день 3-4 дня есть очередь. А так достаточно быстро это ликвидируем. Получили ранения 166 человек. Лишь за прошедшую неделю с минно-взрывными травмами в больницу были доставлены трое горожан. Один из пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Два человека еще в больнице. Один уже на амбулаторном лечении. Один в тяжелом состоянии. Но стабилизируется его состояние здоровья. Идет на поправку. В Никополе остается до 50 тысяч жителей. Уезжать из города, уверяют, не будут. Ведь считают своим долгом держать свой фронт. Экономический, социальный, медицинский. Субтитры создавал DimaTorzok